Таджикистан В скором времени в России вступит в силу законопроект, согласно которому граждан России наделят правом отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади без их присутствия. Согласно нововведению, принимающей стороне достаточно будет подать заявление в МВД РФ для того, чтобы отменить регистрацию иностранца. Данный законопроект был доработан ко второму чтению Думским комитетом по развитию гражданского общества, вопросом общественных и религиозных объединений, рассказал журналистам депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Инициатором ужесточения миграционного законодательства стала известна исламофоб, вице-спикер Нижней палаты парламента и лоббист интересов ФСБ Ирина Яровая. В настоящее время мы устанавливаем право граждан Российской Федерации инициативного снятия с учета иностранных граждан. Именно она предложила разрешить физическим и юридическим лицам в одностороннем порядке отменять регистрацию иностранцев, если утрачено основание для их учета на конкретной жилплощади. Комитет рекомендует... Ко второму чтению депутаты сформировали положение законопроекта, указав, что основанием для прекращения регистрации станет факт убытия иностранного гражданина с места пребывания. Даже если иностранный гражданин арендовал квартиру самостоятельно и уехал, не предупредив владельца, это также станет основанием для отмены регистрации. Для этого владельцу квартиры достаточно отправить электронное уведомление в МВД РФ. Правозащитники отмечают, что данная поправка в закон обязательно станет очередным поводом для шантажа и вымогательства денег у трудовых мигрантов со стороны владельцев квартир. Ведь всем известно, что многие физические и юридические лица за деньги ставят иностранных граждан на миграционный учет по своему адресу. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подписал закон о ратификации соглашения между Узбекистаном и Турцией об экстрадиции, сообщает издание уздели.уз. Закон был принят законодательной Нижней Палатой и одобрен Сенатом в конце июня. Соглашение об экстрадиции неугодных лиц для режима Мирзияева подписано 20 апреля в Ташкенте в рамках визита президента Турции Эрдогана в Узбекистан. Стоит отметить, что данное соглашение считается особо важным для Шавката Мирзияева, так как на сегодняшний день в Турции проживают несколько тысяч граждан Узбекистана, переселившихся туда от преследования прелигиозным мотивом еще во время правления Каримова. Эксперты отмечают, что данное соглашение говорит лишь об одном – Мирзияев продолжает вектор Каримова по принудительному возвращению из-за рубежа противников режима. Таджикский химамхатыбов в мечети обязали посетить музей страны. Об этом сообщает радио ЗАДИ со ссылкой на пресс-службы Комитета по делам религии. Священнослужители обязаны знать историю своей земли, древнюю культуру предков и понять, что познание законов мироздания помогло нашим пращурам пройти через горнила многих войн и катаклизмов, сохранить свой язык, культуру. Изучение собственных истоков помогает понять традиции и верования других народов, сообщил пресс-секретарь Комитета по делам религии Авшин Муким. Ряд химамхатыбов уже посетили национальные музеи в Душанбе. В скором времени посетят и остальные химамхатыбы страны, то есть около 4000 человек. Напомним, что ранее таджикский химамхатыбов обязали посещать театр. Первой театральной постановкой, которую уже посмотрели имамы, стала драма «Абу-Оташ» «Вода и огонь» по пьесе таджикского писателя и драматурга Мансура Суруша в Государственном драмтеатре имени Лахути.